Всем привет! Сегодня мы приехали на Ниагарский водопад. Вернее, не на сам Ниагарский водопад, а мы проехали вокруг. И сейчас мы едем вдоль реки Ниагара. Это речка Ниагара. Вот она такая красивая, изумрудная, совершенно цвета. Это Ниагарский каньон. А вот та уже сторона, а вот там уже, это американская сторона. В принципе, рукой подать до Америки. Пришли вот в такой вот лес. Сейчас хотим найти выход к воде, в той речке Ниагара, которая я вам показывала с высоты. Хотим найти, потому что мы видели там люди, они сидят на американской стороне. И на канадской стороне тоже есть люди. Значит, где-то должен быть какой-то путь. И мы хотим его найти, спуститься вниз. В общем, это нормальный цивилизованный путь по прямой. Мы здесь уже видели, люди идут. Но мы идем другим путем. А вот там уже, я так понимаю, выход к воде. Но я еще думала, неужели в Канаде не проложили какой-то путь такой со ступеньками. Тут такие корни. Цивилизованно быть такого не может. И если есть выход к воде, есть люди, то обязательно должны быть ступеньки какие-то. Или какая-то прямая дорога. Но что заморачиваться. В общем, так вот. Ну, зато почувствовала себя, как в фильме Хоббит. Здесь постоянно вертолеты летают. Наверное, с экскурсиями для туристов. Поэтому такой шум. Смотрите, здесь такой, как первобытный лес. Как красиво. В общем, как в сказке. Вон идут люди. Ну, а мы, как обычно. А вот все, мы уже возвращаемся обратно домой. Как я предполагала, здесь вот есть такая лестница. Которая можно легко подняться, а не спускаться, как мы спускались. Здесь такая красная. В общем, хорошая сегодня была у нас зарядка. Да уж. Сейчас хочется пить и есть. В общем, не знаю, сколько сожгла калорий, но много за сегодня. Блин, эта лестница не кончается. Вот она, со всей длины. Ужас какой-то. Ну, конечно, лучше все-таки, чем если бы мы возвращались тем же путем, которым спускались. Ну, все, мы вышли из того места возле речки Ниагара. И теперь мы приехали что-нибудь поесть и отдохнуть немножко в этот маленький городок. Называется он Ниагара на озере. Я уже снимала влог, когда я была здесь в прошлый раз, в прошлым летом. А вот как раз турецкая, куда мы хотели прийти. Здесь написано «Канадское самое лучшее мороженое». Не знаю, насколько оно лучшее. Я здесь никогда мороженое не пробовала. Пробовала только мой муж. Пахнет здесь ванилью и таким вот сладким тестом каким-то. В общем, какие интересные футболки с коровой. В общем, сейчас, наверное, возьму тоже мороженое, я попробую. Мугл. Еще есть такая футболка интересная. Fifty Shades of Hay. Пятьдесят оттенков сена. Moon Alone. Это тоже из этого фильма и книги Orange is the Moon Black. А вот тоже аббатство Count on Abbey вместо Downton Abbey. В общем, купили мы такое мороженое, я себе. И вот такая есть интересная из корова продается, толстая. В общем, если будете, наверное, с таким намеком, что если будете есть много нашего мороженого, то будет такая какая-то корова. Здесь на улицах можно встретить огромное количество разных странных старых автомобилей ретро. Вот этот вот Кадиллак такой красный. Не знаю, какого года. Когда же были такие модно, когда было много парковочных мест и мало машин. И можно было позволить себе такую длинную машину. Сейчас такой машиной попробую найти где-нибудь парковку. В общем, в такой небольшой кафе здесь продается итальянская джелата. Не знаю, сколько она итальянская. Если вы где-нибудь в Италии пробовали настоящий итальянская джелата, расскажите мне, какой у него вкус. Потому что я несколько раз пробовала здесь в Торонто джелата. И оно просто ужасно. Оно из фильма Baskin & Robbins. Мне вообще не понравилось. Вот сейчас попробуем, что здесь предлагают. Вот я взяла самая маленькая, потому что думаю, что мне хватит головой. И здесь ананас. Как-то ужасно. Сейчас попробую. Что оно себе представляет. Ананас довольно неплохой, а немножко слишком насыщенный. Оно нас, наверное, переборщили с ароматизаторами. Хотя... Не знаю, мне больше нравится сливочное мороженое, когда оно такое вот очень жирное, очень насыщенное. А это памятник, которому мне здесь нравится, такой фонтан. Это кафе, которое называется Бернард Шоу. И вот памятник тому Бернарду Шоу. Не знаю, конечно, почему он стоит посередине фонтана такого, но... А люди здесь кидают монетки. Вот само кафе. Сейчас идем в Старбакс. Старбакс тоже довольно-таки интересное старое здание. Покажу вам его. Самый необычный Старбакс и самый, наверное, мой любимый. Сторон-то таких Старбаксов нет. Вот он, Старбакс. Он находится в таком стареньком здании. Сейчас мы зайдем внутрь, и вы увидите, как там. Старое здание. Скрипят двери. Такой милый-милый. Очень там в нем уютно. Ну, что, мы пришли в Старбакс. Сейчас попьем кофе и едем уже домой. Потом я буду с вами прощаться. Да, в Старбаксе я никогда не заказываю кофе. Я уже не пила его, наверное, года два. Я всегда заказываю вот такой вот чай. Фирма. Это вот Тазел. Тазел. Не знаю, как правильно. Это органический чай со специями. Между прочим, в английском не такие есть слова «ти», как вы знаете. Это значит просто «чай». А если продается, допустим, чай со специями, то они всегда говорят не «ти», а «чай». То есть говорят таким образом. И я не знаю, что это исходит в состав этого чая, но я точно знаю, что здесь есть кардамон, потому что я обижу эти зерна кардамона. Если у вас есть какой-нибудь любимый напиток в Старбаксе, можете мне написать. Мне будет интересно, вы можете даже попробовать. Потому что я очень мало чего пробовала в Старбаксе. И как-то, не знаю, вот только вот этот чай пью в основном. Ну все, на сегодня мой влог закончен. Я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите мне комментарии, если какие-то комментарии. И до новых встреч. Пока!